Так, мы пришли, нам как раз принесли, спасибо, это бурский, да, с пармской ветчиной, да? А это с баклажиной. А это с баклажиной, спасибо большое. Приятного аппетита. А макарончик вы мне принесете и водичку? Да, сейчас. Спасибо. Всем привет. Сегодня мы пришли с моей подругой Мариной, которую вы видели в спортивном зале. В магазин. И я хочу поснимать специально для вас в этом магазине, ну, если нам, конечно, дадут ассортимент некоторых продуктов. Ну, посмотрим, что нам удастся снять. Ну, вот мы решили перекусить. Видите, вот я взяла эту брускету. Чуть ранее кофе-латте. Кофе-латте. Потрясающе. И в этом магазине своя машина, которая обжаривает кофе не только занимается помолом, но и обжаркой. Поэтому вкус просто уникальный. И всякие там старбаксы просто отдыхают. До следующего включения. В общем, красивая упаковка макаронов. Такая банка с армекином. Подошли к стенду макаронов. Вот, каких только нет. Цветные. Вот эти мои самые любимые макароны. Таглители. Плоские, широкие. Скоро будет рецепт с такими макаронами. Другие цветные. Каких только нет. Даже где-то я видела с крапивой, да, Марин? Вот тоже вот эти таглители с добавлением чего-то, не знаю. Вон круглые, да. А вот это вот с яйцами, такими куриц, которых кормят натуральным кормом. И вот поэтому они такие вот, как бы, очень хорошие. Вот макароны с кукурузной мукой. Ди маис. Да, все это итальянское есть. С рисом. Ну, это, наверное, рисовые макароны. Вот это из рисовой муки. Вот эти я тоже очень макароны люблю. Но они вот много где продаются. Тоже, ну, всех видов. Вот Джимми Оливер, я нигде не видела. А, Джимми Оливер, да, все знают этого повара английского, да. Английский же он, не шотландский. Английский, по-моему, да, который, как бы, все сам на огороде выращивает. Это вот уже с приправой. А вот такие интересные макаронные изделия без яиц в виде медалек. С зеленой фасолью. Кстати, не очень даже дорогие. С зеленой фасолью, шпинатом, морковью. Тоже очень интересные. С томатами. Там вот тоже без яиц. Вот, смотри, без яиц каких-то цветных ракушек. Очень прикольные. Так, ну, это лазанья. Вот крапива. Я вот такие вот тоже люблю. Это глители. Вот из них, да, из них. Вот, вот эти вот с крапивой. Зеленые такие. Обожаю вот такие макароны. Вот такой вот формы. Ну, вообще, вот то, что мы будем скоро готовить, это вот эти макароны. Такие. Я уже их купила, кстати. Да, эти я сняла медальки. Кстати, не очень дорогие. 259 рублей. Это сколько? Сколько? Что-то я плохо соображаю. Ладно, напишу потом. День на 50. Не могу сообразить. Тут уже такие завитки. Вот эта серия вся. С Пиноккио, Коломбина, Орликино. Вся серия такая. А также здесь сами делают пасту. Можно купить вот эту свежую пасту, которую вот там вот они же сами и готовят. Вот, видите? Равиоли с лососем. А как вот горячее свино? Вот, таглители мои любимые. Ну и разные. Вот сами они это делают. Нет, мне не надо. Можно заказать себе здесь, приготовят. И ты можешь съесть или домой заберешь. Рыбный отдел. Ну и так уж не пойдем туда. Просто здесь рыба во льду. И в пальмовых листах. Там все может. Очень культурно-мультурно. Ну а здесь можно купить живую. Вон, пожалуйста, омары. Вот, пожалуйста, форель. А это осетр, да? Осетр. Осетр. И вот там вот бедные, несчастные, зелененькие раки. А вот омары. А омары я уже сняла. Видите, у них все время тут и вода обновляется. То есть, в общем, как-то, как-то тут они существуют. И дняшки, конечно, но во всяком случае вы можете быть уверены, что мясо свежее. Не мороженое. Ну, как-то здесь не очень так снимать. Снимать я буду, наверное, в каком-то другом магазине. Но все равно вот тут сыры всякие разные. Сейчас мы тут набрали. Вот тут, например, сыр с чесноком и травами. Сыр с клюквой. А это такая сладость спрессованная. Сухофрукты с орехами испанские. Каких только нет. Вот с апельсинами. А это сыры такие, более классические. Их тоже огромное количество. Режут. Сейчас. Смотрите, какой сыр. Бармиджано. И из него там выковыривает. Он просто гигантский. Добрый день. Секундочку. Спасибо. Разновидности хамонов. Ну и тоже хамоны. Разные. И вот, я не знаю, итальянские, испанские колбасы. Там вот как деликатесы представлены. Итальянские, французские, испанские. Всех-всех видов. Но это вот хамоны тоже, насколько я вижу. Разная нарезка. Как видите, все в бесчисленном количестве. Ну, здесь тоже. Здесь стенд, так я понимаю, итальянский. Вот. Везде тут пармская ветчина. И вот туда тоже все это уходит. Куплю вот это вот прошутто-крудо. И, наверное, вот это. Да. Вот это. Очень изысканная вещь. А, вот это вот тоже очень интересная штука. Из кабана. Из дикого кабана. С можжевельником. Колбаса сыровяленая. Называется царская охота. Ну, там много всяких тыквопланов, деликатесов. Каких только нет. Суджил, костерма. Ну, вот. Как-то так. Это биопродукты. Все в баночках. Все типа экологически чистое. Ну, ладно, не буду показывать. Так, а это разновидности грибов свежих, разных. Вот эти как называются? А, это шампиньоны королевские. А вот эти... Сейчас, секундочку. Как называются? Порто-белло. Ну, а это ряды овощей. Тоже как бы так иду. Марина, помаши ручкой. Помаши ручкой. Ты попала в кадр. Так, это что такое? Мини-кукуруза. Спаржа. Ну, тут много всякого разного. Пишут есть страшноватые, правда. Разные капусты. Бутыни. Ну, фрукты уж я не буду показывать рядами. Тут они, понятно, что много тут есть. Все там луки всякие, тыквы, всякое разное. Помидоры, перцы, цукини Испания, кабачки. Эти сонечки вообще чего? Только нет, да. Ну, и для тех, кто давно не был в России, могу сказать, что теперь это абсолютно нормально. Во всяком случае, за Петербург отвечаю. Разные виды трав. Ну, там чего только нет. Вот моя любимая рукола. Шпинат. Разные смеси, которые не надо мыть. Ну, в общем, все, все, все. И на улице сегодня минус 19 градусов. Это зима. Как видите, все есть. Клубичка, черничка, лежевичка и клюква. В этом магазине своя пекарня. Ну, там вон вдали печка. И разные пироги, пиццы. Все при вас могут сделать. Вон, видите, делают как раз печка. Пиццы. Спрошу. Сейчас. Вот эта печь, когда делают пиццу. Тут и дрова, и запах такой настоящий, дровяной. Да не говори. Так, а это ручной работы из орешков. Всякие испанские сладости. Тортики из орешков. Тортики. Ручной работы. Господи. Вкусняшка и красота. Тут можно продегустировать. Снять. Такие высокохудожественные а-ля тирамису. Ну, и вот готовые такие. В общем, их там бесчисленное количество тоже. А вот это вот обжарочная машина. Они сами обжаривают здесь кофе. И поэтому у них потрясающе вкусный. Это мы уже попробовали. Вот здесь разные сорта кофе и пульт. Здесь как-то что-то включают. Вот и сам кофе. Разные сорта. Чаи. В общем, есть все. Красота. Вот этот черный хлеб. Я очень люблю. Называется праздничный. И здесь чернослив и орехи. Их там очень много. Он такой потрясающий. Немножко злотковатый, но очень вкусный. Ну, как же там другие виды хлеба. Это только черный. Подожди, я хочу снять молочные, так сказать, ряды. Ну, я тут не буду рассказывать, где чего, какие-нибудь дырты. Какие сметаны. Просто, так сказать, показываю разнообразие и ассортимент. Вот, вот, Валио. Это финские. Очень много финского у нас, конечно, и вообще скандинавского. Да. Бесконечные ряды. Совсем чем только можно. Это витрины с уже всякими, там, распасованными салатиками, селедками под шубой. Все можно взять. Здесь тоже можно выбрать готовые блюда. Обычно говорят, что в супермаркетах готовят все из просроченных продуктов. Ну, якобы здесь вот все такое совершенно свеженькое. Выглядит очень даже аппетитно. Вон там селедка под шубой, мемота, ну, и разные виды салатов готовят. Все тут прямо на твоих глазах. Кухня открытая. Ну, вина, конечно, здесь потрясающая. Здесь постоянно работает сын Лея, который расскажет, сориентирует. Да. Все. Как видите. Ну, не будем разглядывать уже так как бы подробно. Все. Ряды с пивом. Это не просто пиво. Тут разные пива. Пиво или пиво. Ну, тут всякое разное. Видишь, их пиво никаких только нет. А это уголок отдыха. Если ты устал, можешь здесь присесть, посидеть. И выпить чашечку кофе. Тоже тебе сюда могут принести. Ряды с мороженым. Тут наверху мороженое. Истерии каких-то. Да нет, там просто снега. И разная заморозка. Овощи, грибы, шпинат. Какие там морепродукты, я так понимаю. Мороженое. Есть мороженое, есть не мороженое. Здесь в продаже. А это разновидности горьких шоколадов. Только в горьких, видите, 72%. 77%. Ничего только нет. Бывают даже варианты кофе. Ну, тоже тут такие ряды. А больше всего люблю вот этот. Лаванца. Крема и грусту. Вот сушеная клюква. Вот сушеная клюква. И жир. Ну, это вот сколько фрукты. У всех тоже разновидностей. Мастей. И хурма. И дыня вяленая. В общем, ничего только нет. Кедровые орешки прямо из Сибири. Наша ферма. Видите, как красиво. В каком красивейшем мешочке. Тут прозрачные. А там такое вот. Ну, там такое, да. Там более стандартные. Со скидкой. А здесь вот очень красивые, конечно, мешочки. Баночки с медом. Орешками. Кедровые орешки. Кишин. Каштаны. Грецкие. Ну, в общем, чего только нет. Симечки всех мастей. Орешки просто решила снять тут. Их тут много. Бесчестное количество. Каких только нет. Сморешки смыла. Это же я уже смыла, да. Баночки. Маринка покупает себе что-то. О, а на дворе уже стемнело. Пока.